Поскольку этот участок крепости выходил на склон оврага, там был сделан родник, устроен колодец и над ним сделана башня, в которой был сделан специальный проход, который считается до сих пор на местности и совпадает с описанием сделанного XVII века. Северный участок торчащий – это место проездной башни, с которой перекидывался подъемный мост на другой берег оврага. Как видите, она выходит прямо на крутой овраг, через него перекидывали мост и по нему проезжали на русскую сторону. Южная сторона полевая, польская, точнее степная, а северная сторона московская. Здесь с юга сделаны простые проездные ворота, там стояла башня, в которой были два яруса, стояли пушки при въезде. Таким образом функционируем ворота. Вот здесь, если, конечно, что-то можете разглядеть, но на верхнем снимке мы попробовали зафиксировать вот такой угол поворота стены вала, ну и рва. Вот на южном просто, ну и на нижнем просто, такой ров, какой он сейчас читается на местности. И здесь, а вот это как раз отвод под колодец, под тайник колодезный. Который выходит, вот он с понижением идет и как-то, как будто упирается в края врага. Ну, конечно, самое грандиозное из сохранившихся сейчас построек, ну, вернее, остатков построек, это, конечно, городок такой же, как и Солдатский, но только этот назывался, просто земляной городок. Он был сделан раза в два больше, длину он где-то составляет, длина его составляет метров 300-330. И, соответственно, вот так он выглядит в плане после того, как мы с большим трудом провели топографическую съемку, определили все-таки, что там, к чему. И, как видите, угловые его башни, их три, они все смотрят на южную сторону, на сторону степи. А с севера вообще башен нет. Ну, это тоже городок специально предназначенный для обороны, для сбора гарнизона на случай опасности. Но он так в некоторых документах и упоминался под названием «Опасный городок». Здесь также существовали две проездные башни с севером и с южным, через которые и сейчас проложена дорога. То есть он практически не изменился, существует до сих пор, с 17 века. Ну, вот так выглядит его углы. Это тоже, конечно, хотя и осенние снимки, но, тем не менее, очень тяжело в сплошном лицо фиксировать такие... Так, это вот угол без башни, как вы видите. Это одна из башен, и самая южная, и самая высокая башня, которая находится возле тайника ведущего к воде, «Тайный ход». В принципе, это все, что я мог бы рассказать сейчас, но могу ответить на вопросы, которые, может быть, возникли. Нет? Ну, тогда все. А можно вопрос о Венпифане, остров, который был построен, как-то в эту черту входил, то есть, или значение, каким-то образом? Как вообще его статус, как он во всей этой системе обороны сооружения, и его направит? Ну, отдельная стоящая крепость. Ну, их несколько было, отдельная крепость, но южнее черты. То есть, он в эту систему никак не входил, получается? Ну, он входил в общую систему сторожевой службы. То есть, там в основном были казаки, которые ездили по разным маршрутам, но вот южнее черты. Епифан, Дидилов, Ефремов потом, в более позднее время. Ну, еще более южнее, но это уже такое, полустепное. Второй вопрос. Есть ли какие-то мировые аналоги этим, таким засеком? Ну, я там не имею в виду Великую Китайскую стену, по-другому. А вот именно, когда используем этих природных каких-то вещей, когда леса... И Вова, и Вау в том же Китае, вернее, в Маньчжурии. От северных варваров. Ну, это устройство XVII века, наверное, в империи Уцин. Китайская стена, это, конечно, другое. Ну, это, понятно, что другое, но как не другое? У нас китайскую стену постарались возобновить в районе Белгорода. Белгород, Изюм, вот там. Там были черты, которые... Валы, сплошные валы и немного засек. Ну, просто в Средневековье, в тот же римский лимис известного, они тоже там в разных фразах по-разному строились. То есть, есть ли аналоги других империй, когда использовали именно вот леса и дерево, и именно похожие на засек какие-то конструкции, не только в XVII в каком-то, но и в другие вреда. А вот в Риме какие были? В Риме были более конкретные, и каменные, и дерево-земляные. Это валы, это честные валы. У нас таких, вот я рассказывал, только три участка были. Ну, вернее, были еще поменьше, но мы пока ищем. А который вот татарский вал, где участка южнее, между Липецкими Воронами, Рождественскими, там проходят. А это уже белгородские черты. Это уже позже, получается? Это да, это уже конец 30-х, 40-е годы. В смысле? Да, там уже середина 17-го, конец 17-го уже шли, конечно, и в Оренбурге, там другие вещи, Пенезинская черта. Это уже другие, более глобальные вещи. А Великое Отечественное, эти конструкции как-то используются, забавляются какие-то идеи, я не знаю, тех наработок? Только из опыта разведок. Натыкались много раз на пустые ячейки, например, отрытые. Позиции, орудийные позиции. Не, ну не потянут, а в черте этих засек. Где-то там как-то что-то встречается. Но пустые. То есть, скорее всего, готовились. Но как-то немцы быстро пришли к Туле. Не успели, видимо. А вот по описанию, там есть описание, Валимина и Вал, вы в этом районе не работали? Осталось там что-нибудь? Вот возле ясной полярки вот это вот. На самом деле, очень много мешает то, что вот более поздняя застройка и освоение. Практически уничтожает это все. Пока мы не нашли. Может быть, как-то что-то. Надеемся. А все-таки основная дорога шла на Скуратово? По современному, если говорить. На Скуратово или на Подгородье и Дачи? По вот этому старому проходу. А, ну старый проход? Да. Старый проход. Ну да, по-западу. Ну, тут трудно сказать. Дача, не дача. Наверное, еще западнее. В принципе, они вот как раз на Китаевку. На Китаевку что-то. На Китаевку сходится вот этот блок управления, то есть тула Щекина, которая идет с ясной полярной подгородной дачи. А есть тот же похожий проход, который идет с ясной полярной Аскуратовой. Козлово засекает, и дальше для Скуратово. Если бы был основным, вот дорого. Ну, по идее, по идее, на подгородние дачи. Но, возможно, что были какие-то обходные пути. Где там в 40-е годы, в 19-е веке была конструкция дороги? Да там они были, они были в 18-м веке пару раз, и потом шоссе делали. Поэтому сейчас мы уже не можем сказать конкретно, что, куда. Спасибо.